Уважаемые коллеги, несомненно, глобальная безопасность сегодня перестала быть абстрактным понятием. Сегодня безопасность волнует каждого человека. И очень важно, что в национальной стратегии безопасности России противодействие коррупции является неотъемлемой частью. Вопрос национализации элиты, который не так давно был обозначен президентом Российской Федерации как ключевой фактор обеспечения безопасности, напрямую связан с сохранением суверенитета. Суверенитет сегодня является фундаментальной основой, как и политическая стабильность безопасности наших граждан. И в этой связи чрезвычайно важно, чтобы те люди, которые принимают государственные решения, которые уполномочены быть задействованы в принятии решений по обеспечению суверенитета и национальной безопасности, были абсолютно независимы, чтобы их интересы были в своей стране, в своем государстве, были связаны с интересами граждан своей страны. Поэтому сегодня президентом Российской Федерации предложена законодательная инициатива, которая продолжает логику обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции. Мы будем с вами рассматривать проект закона, в рамках которого президентам предлагается расширить перечень должностей, в отношении которых будет распространяться прямой запрет на наличие иностранных счетов и вкладов. Это те лица, которые замещают должности и в чью компетенцию входит в том числе задействованность в подготовке решений по обеспечению национального суверенитета и национальной безопасности. Полагаю, что именно такой подход по защите национальных интересов был поддержан гражданами нашей страны в буквально недавно прошедших выборах во все уровни власти. Наши граждане подтвердили полное доверие нашему президенту, как гаранту Конституции и субъекту права, который сегодня всегда действует в логике защиты национальных интересов. Мир сегодня столкнулся с новым видом агрессии, санкций. Безусловно, это прямая агрессия, которая на самом деле очень сильно напоминает средневековую инквизицию, когда преследовали инакомыслящих. Сегодня инакомыслием в цивилизованном мире, где якобы утверждены принципы, нормы морали и демократии, к сожалению, попирается главное право. Право, суверенное для каждого народа. Право на самостоятельность и собственное мнение. У России не только есть такое право, но мы его и реализуем. Не только в защиту своих интересов, но и в защиту суверенных прав других народов. Недавно мы видели, как рукоплескал Конгресс США якобы Порошенко. Это были аплодисменты не Порошенко. Конгрессмены США аплодировали самим себе за успехи в их чудовищной политике по гуманитарным интервенциям и умелому разжиганию войн на территории других государств. Безусловно, мы не позволим реализовать такую политику в нашей стране. И полагаем, что любой политик, который выступает с этой трибуны и говорит о каких бы то ни было проблемах, должен помнить. Борясь с проблемами, ты не имеешь права разрушать свою страну. Ты отвечаешь за судьбу людей, которые живут в нашей стране. И пытаясь прикрываться красивыми лозунгами, ты не можешь действовать в логике агрессора и разрушителя. Поэтому, и говоря о противодействии коррупции, мы, безусловно, поддержим именно логику президента и действия, предлагаемые президентом. И те новеллы, которые будут сегодня рассматриваться с парламентом, они связаны в том числе и с противодействием коррупции. А именно с установлением дополнительных требований ко всем государственным служащим, независимо от должности, которую они намереваются замещать, предоставлять информацию о доходах в качестве соискателя при замещении на эту должность. С 1 января 2015 года, как вы знаете, в связи с ранее принятым указом президента вводится единая форма, унифицированная по доходам и расходам. Вводится понятие малозначительного коррупционного правонарушения. И что чрезвычайно важно, на сегодняшний день президентам предлагается установить перечень тех должностей, которые связаны с подготовкой решений по суверенитету и национальной безопасности, с тем, чтобы в отношении этих лиц со стороны общества и государства был установлен дополнительный прямой контроль, который позволит быть уверенными в том, что те решения, которые принимаются им в рамках своего должностного статуса, они направлены именно на поддержание безопасности, и они не связаны ни с чьими другими интересами. Сегодня в нашей стране, я позволю себе утверждать, есть рост не протестного настроения, а есть рост абсолютно объединенного, осмысленного понимания того, что мы одна страна, один народ. Есть рост патриотизма и доверия к нашему президенту. И полагаю, что последние инициативы президента, они обязывают все уровни власти, и тех, кто недавно избран, и тех, кто работает и в федеральной, и региональной власти, в муниципалитетах, тех, кто работает в государственных корпорациях, работать эффективно, профессионально и честно. Именно так, как ждут наши граждане, и что, безусловно, будет отвечать интересам нашей страны. Спасибо.